Всем привет! Сегодня мы сделаем композицию в бело-лиловых тонах. Для этого нам понадобится калибратор, компрессор, ручной насос, горячий клей, ножницы и шаров. Шары ШДМ тонкие, 160-е, шары 12 дюйма, шары 5 дюйма, надпись, монтажная пленка, два пабла китайских 12 размера и кубы белого цвета. Начнем с подставки. Для этого нам понадобится шары 12 дюйма, обработка, компрессор и калибратор. Для начала обработаем все шары. Наши шары обработаны, теперь давайте их надувать. Будем надувать по два шарика, делайте из них сначала двойки, а потом четверки. Размер выберем 20 см. Теперь два шарика скрещиваем между собой и завязываем на два узла. Для того, чтобы сделать нашу подставку более воздушной, мы добавим два пабла 12 дюйма. Теперь мы сделаем наши паблы. Для этого мы обработанный шар 12 дюйма ставим внутрь самого пабла, надпием его до нужного нам размера и поддумим внешний пабл. Паблу раздуваем два раза. Первый раз чуть-чуть, второй раз уже более сильнее. Теперь вставляем шар внутрь пабла и надуваем его воздухом. Внутренний шар мы завязываем на узел. Паблу мы немножко поддуем. Сделаем его чуть больше, чем другие шары, для того, чтобы он выделялся. Теперь мы закручиваем и фиксируем все шдм. Обкрутили и завязываем на два узла. Теперь лишнее мы можем отрезать, чтобы оно нам не мешало. Делаем из него тоже двойку, надуем еще один белый шар и свяжем их вместе. То же самое делаем и со вторым. После того, как мы надули большие шары, надуем еще маленькие. Они у нас будут в промежутке между большими шарами. Для этого возьмем шары 5 дюймов, обработаем их и надуем на один качок. Делаем из них двойки, а затем четверки. Из двух двоек мы сделаем четверку, путем скрещивания друг к другу. Теперь давайте соберем нашу подставку. Для этого мы берем четверку большого диаметра и четверку меньшего диаметра. Будем соединять с помощью шедея. Обрежем ее со одной стороны, чтобы лишний воздух выходил. Разделим приблизительно пополам. Входим через низ. Цепляем за два шара. И в средине делаем узел. Теперь берем маленькую четверочку, ставим ее в центр и тоже привязываем. Вот так вот. И далее делаем то же самое с остальными шарами. Чередуем их большой и маленький. Наша подставка готова. Теперь мы надуем цифры. У нас это 12 лилового цвета. Дуем их с помощью ручного насоса. Наша цифра надута. Теперь мы сделаем привязку к клапану для того, чтобы прикрепить ее к подставке. Для этого нам понадобится шедея. Сверху мы шедеем обрезаем, для того, чтобы лишний воздух выходил. И привязываем ее как кольбу. Приставляем к краю и начинаем закручивать до упора. Теперь складываем клапан пополам и завязываем на два узла. То же самое повторяем со второй цифрой. Привяжем наши цифры к подставке. Для этого свободные края шедея мы растягиваем две стороны. Обкручиваем снизу наши подставки и завязываем на два узла. Для того, чтобы наша подставка была устойчивая, мы привяжем к ней грузы. У нас это грузы шарики с водой. Мы привязываем их на разные концы нашей подставки. Привязываем груз за пузку к пузке шара. Мы привязали цифры к нашей подставке. И у нас получилось, что подставка состоит из шести рядов больших шаров 12 и 5 рядов маленьких 5 дюймов. Теперь мы украсим наши цифры. Для этого нам понадобится шедеем 160. Мы их обрабатываем и стен надуваем. Конец мы завязываем на узел. Отрезаем, чтобы лишний воздух был. Завяжем на узел. Завяжем за два конца уже на цифре. Из середины шедеемки мы сделаем грузы. Для этого мы надуваем шедеем не до конца. Оставляем зазор чуть больше, чем ладошка. С одной стороны завязываем. И начинаем крутить наши грузы. Примерно отмеряем расстояние, которое нам понадобится. Где-то приблизительно два пальца. Делаем скрутки. Крутим много раз. Все грузинки крутим в одну сторону. Это нужно для того, чтобы они у нас не раскручивались. Свободной рукой я помогаю себе и держу готовые грузины. Для того, чтобы склеить наши цифры, нам потребуется горячий клей. Мы наносим клей на одну из цифр и склеиваем их друг с друга. Теперь давайте задекорируем нашу цифру фольгированными губами. Для этого мы возьмем два губа белого цвета, надуем их воздухом и привяжем к подставке. Нашу клей мы крепим к подставке с помощью ШДМ. Привязываем их за клапан, точно так же, как было с фольгированными цифрами. И просто притягиваем. Первый губ мы закрепили. Второй губ мы будем клеить с помощью горячего клея. Для этого клапан мы плотненько приклеим скотчем, чтобы он нам не мешал. Сделаем декор для нашей подставки. Мы будем делать цветок из 160-го ШДМа. Для этого нам понадобятся хром серебро и хром фиолетовый. Мы их обработаем, надуем и сделаем в форме цветка. ШДМ надуваем до конца. Таких нам нужно будет 4 штучки. К концу связываем друг с другом на два узла. Получаем кружок. Далее делим его на два. Вот так и скручиваем. Получаются такие ушки. Теперь скрещиваем две вместе. И сюда же скручиваем остальные. Получаем вот такой цветок. Теперь, чтобы сделать его более объемным, мы можем из большой сделать еще две маленькие. Мы сли наделим пополам, приставляем и тоже скручиваем. Получается вот такой цветок. Если вам не хватает пышности в самих лепестках, вы можете добавить еще парочку ШДМа. Для того, чтобы цветок был более аккуратным, все края мы сделаем чуть-чуть ровными. То есть вот таким образом. Цветок мы будем цеплять к нашей подставке с помощью ШДМ. Для этого вам понадобится кусочек, не обязательно брать целую. И просто привязывайте ее к подставке. Добавим в срединку нашему цветку. Для этого возьмем маленькую пятерочку, скрутим ее и вставим в срединку. Так, получили вот такую вот маленькую серединку. За оставшийся хвостик мы ее подвяжем к нашему цветку. Сейчас мы будем делать декор на нашу подставку. Мы будем делать бусы. Для этого нам понадобится 160 ШДМ, две штучки. Мы их обработаем, скрутим и будем клеить на нашу подставку. Мы делаем по такому же принципу, как делали бусы для цифры. Наши бусы мы будем крепить с помощью клея. Для этого мы поставим капельку клея и приклеим ее к шару. По всей длине бусы мы тоже будем проклеивать для того, чтобы держалась. Для того, чтобы соединить наши бусы вместе, мы просто их свяжем плотненько друг к другу. Мы закончили наши бусы. Мы лишнее отрезаем. Аккуратненько подрезаем сверху сам шар. Выпускаем лишний воздух и завязываем на уху. Добавим декора на нашу подставку. Возьмем шары 5 дюймов, обработаем их и надуем. Затем приклеим с помощью горячего клея. Шары мы надуваем разного размера и потом ориентируемся, куда их лучше приклеить. Шарик мы завязываем на один узел и лишнее отрезаем. Наша композиция оказалась чуть-чуть тяжелее, чем мы рассчитывали, поэтому мы решили вставить еще один груз в середину. Наша цифра почти готова. Осталось доклеить надпись и добавить немного декора на кубы. На кубах у нас тоже будут бусы. Они будут продолжением нашей подставки снизу. Обрабатываем шедлен и делаем бусы по такому же принципу, как и до этого. Когда у нас закончилась одна шедлен, мы привязываем другую и начинаем также дальше внести. Наша цифра готова. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok